Давай. Сначала. Сначала. Привет всем! Вы хотели ответы на вопросы, мы вам их обещали, и вот они, ответы на вопросы. На самом деле сегодня будет только первая часть, потому что вопросов пришло довольно много, и мы их разделили на вопросы, которые относятся к жизни в Японии, к нашей жизни, философские вопросы, и те, которые относятся непосредственно к теме великие. И сегодня я начну, ну, скажем так, с общечеловеческих вопросов про Японию, японцев, нашу жизнь. И сначала те вопросы, которые нам послали на YouTube. Так, спрашивает у нас Никита Бочкарёв. Доброе утро! Мне очень нравится ваш образ жизни, и глобальный такой вопрос. Собираетесь ли провести всю свою дальнейшую жизнь в Японии с Сэндайей? Каковы планы на Ему? Ну, сначала первый. Собираемся ли мы провести всю свою дальнейшую жизнь в Японии с Сэндайей? Трудно сказать, потому что всё зависит от того, буду ли я здесь работать. Потому что, на самом деле, в следующем году у меня заканчивается трёхгодичный контракт, и пока я в таком подвешенном состоянии. То есть я не знаю, буду ли я его продлевать, позволят ли мне его продлевать. Вот такое вот... Пока ничего не знаю. То есть если я его продлю, то мы будем продолжать жить в Сэндайе. Если я его не продлю, вполне вероятно, что мы куда-нибудь переедем. Но в целом нам очень нравится Сэндай, очень нравится Япония, и на самом деле я бы предпочла жить где-нибудь здесь, в Сэндайе, ну или хотя бы в Тахоку. Здесь не очень жарко, здесь очень хорошо. Мне здесь нравится, в принципе, практически всё. Каковы планы на Еву? Планы на Еву у нас... Ну, на самом деле, мы бы, наверное, хотели, чтобы она здесь доучилась 12 классов в Японии по возможности, потому что японское образование у нас вызывает некоторые надежды. По крайней мере, пока мы видим, что вот сейчас её учат именно тому, чему её нужно учить, и хорошо, в принципе, учат. А дальше, ну что, выучим, дальше сама будет выбирать. Мы ничего ей не будем навязывать, сама решит, куда она хочет. Вот такие у нас планы на Еву. Дальше у нас вопрос от Виктории Карбана. А я с удовольствием бы послушала, какие у вас отношения с японцами. То есть не относятся ли они к вам как к чужакам? Не сторонница ли? Как вы с ними, в принципе, общаетесь? И воспринимают ли они вас адекватно? А то я столько уже наслушиваюсь о неприязни японцев к живущим в их стране иностранцам, что уже не знаю, чему верить. Ещё интересно прослушать про Еву. Нет ли у неё проблем в общении с японскими детьми? И на каких языках вы с ней говорите? Получается, на трёх-четырёх? Ну, сначала про японцев. Я здесь опять немножко позанудствую, но стоит понимать, что это очень сильно зависит от людей непосредственно, конкретно от каждого человека. В Японии есть люди с очень либеральными взглядами, которые всех любят, всех, не знаю, готовы принять. Есть люди, настроенные очень ксенофобно, даже расистские. И, конечно же, есть люди, которые в целом норм, но у них очень, скажем так, промыты мозги всякими дурацкими идеями. Поэтому они вроде как не агрессивны, но могут что-нибудь дурацкое сказануть. И в целом это как везде. Я не могу сказать, что сильно отличается обстановка в Японии от обстановки в Атвии, там, в России, где ещё была. Разница, пожалуй, в том, что если вы не азиатской внешности, то стоит понимать, вы выделяетесь в Японии в толпе, чисто визуально. И, соответственно, если вы в своей стране никогда не сталкивались с проявлениями ксенофобии, национализма, расизма, то, да, велик шанс, что в Японии вы с этим столкнетесь впервые. Потому что, опять же, вас очень хорошо видно. К вам можно подойти и задать вам любой вопрос на улице. Сразу видно, что вы не японец, что вы иностранец. С другой стороны, от агрессии именно, мне кажется, белая рожа вполне... скорее даже защищает. Ну, не только белая рожа, но, в принципе, не азиатская рожа. Потому что там, где на японца, скорее всего, уже наедут, наверняка наедут на китайца, корейца, то на какого-нибудь европейца, европейской внешности еще с вами немножко, наверное, поминдальничаю. В целом, я бы сказала, что в Японии вы скорее столкнетесь со всякими, ну, как бы-то так сказать, некорректными высказываниями. Просто человек реально не знает, что это может оскорбить, поэтому надо говорить. Ну, или не думать об этом. Вот. А насчет наших отношений с японцами, да по-разному складываются, зависит от человека. То есть с кем-то складываются, с кем-то не складываются. В принципе, как везде. Не могу сказать, что у нас какой-то вот с японским менталитетом как-то не дружим. Да нет, нормально. Все окей. Про Еву. Ну, на самом деле, у Евки отношения с японскими детьми складываются хорошо. Дело в том, что она у нас обладает такой внешностью, которая для Японии очень экзотическая, и это скорее к ней привлекает людей. Особенно всяких японских девочек, которым хочется с ней, опять же, хочется потрогать ее волосики, там, спросить, откуда она такая взялась. Это немножечко ее даже испортило, потому что она привыкла, что к ней так относятся. Вот. Но при этом иногда, ну, то есть да, иногда ее дети игнорируют так старательно, но тут трудно сказать. То есть то ли они ее игнорируют, потому что она такая вот беленькая, не похожая на них. То ли они ее игнорируют, потому что она просто чужой ребенок, и они не хотят играть чужим ребенком. В целом, я бы сказала, что нормально у нее складываются отношения с японскими детьми. Ну, сейчас у нее уже сложился какой-то свой круг общения в школе. За сколько, за два месяца, что она туда ходит. На каких языках мы с ней говорим? Дома мы с ней говорим на русском, с вкраплениями японских слов, потому что иногда проще сказать по-японски, особенно, когда это что-то неприводимое на русский. А в школе она говорит на японском, в садике она говорила на японском. Соответственно, она легко владеет двумя языками. Английский она скорее понахваталась, что-то сказать может, но пока я не могу сказать, что она именно говорит по-английски. По-латышски она пока не особо осваивала. Вот была в Латвии, немножко уже что-то тоже нахваталась, вдруг стала говорить. Но мы пока ее не сильно мучаем. Нам кажется, что двух языков пока и вот так хватает. Вот. Надеюсь, ответила на вопрос. Следующий вопрос. От Людмилы Ночи вопрос. Главный вопрос, который меня интересует. Могу ли я ждать и надеяться, что, например, к 14 февраля мы получим видео про традиционную японскую свадьбу. Взгляд изнутри. Ага. Ну да. Взгляд изнутри. Ну, ждать и надеяться вы можете. Никто не запрещает. Почему бы нет? Мы можем рассказать про наш опыт. Проблема заключается в том, что у нас свадьба японская уж никак не традиционная была. Она у нас была буддистская. И мы были вообще первой парой, которую венчали в этом храме. Венчали нас по маленькой такой брошюрке буддистская свадьба. И поэтому я не знаю, насколько на нее реально можно использовать как какой-то образец свадьбы. Да, кстати, следующая свадьба прошла через пару лет. Через сколько? Через каких пару лет? Через 6 лет она прошла, потому что Евке уже 6 лет было. Да. Через 6 лет и в этом же храме. И это был сын настоятеля. Так что вы можете представить себе, какой богатый опыт в этом храме в плане венчания. Но непременно мы об этом расскажем. Просто это не будет традиционная японская свадьба никаким образом. Вот. Теперь я прихожу к вопросам, которые пришли мне на Дайри.ру. Так. Вопрос не совсем по теме от Тотенфогель. Я больше не знаю, кого можно узнать. Насчет географических названий в Японии. Фудзи, Асахи и так далее. Какого рода эти слова? Мы знаем, что Урал мужского рода, а Волга женского. А в японском языке вообще есть подобное разделение? Или у них для географических обозначений есть какой-то средний род. В японском языке вообще нет рода. Никакого ни женского, ни мужского, ни среднего. И поэтому японские слова, когда они переходят в какой-то другой язык, в котором род есть, все, что мы можем с ними делать, это мы, не знаю, как-то пытаться по законам этого языка склонять, обозначать. Поэтому Фудзи, потому что это все-таки Фудзи-яма, это гора, наверное, нас женского рода. Осахи, среднего, наверное. Я думаю, что это даже, в общем-то, не ко мне вопрос, это вопрос к специалисту по русскому языку, потому что это уже зависит от русского языка. Вот. Следующий вопрос от Амран. Как в современной Японии относятся к инвалидам и насколько для таких людей созданы условия? Я передвигаюсь на коляске, но люблю путешествовать и хотела бы когда-нибудь посетить и Японию. Сложно ли будет туристу на коляске в Токио или Киото? Ну, в туристических местах, я думаю, будет не очень сложно, потому что условия в целом созданы, особенно вот в Токио, Киото, то есть в таких очень-очень туристических местах. Единственное, что чем глубже забираешься, тем больше шансов, что условий уже не будет. Какие-то музеи, там, храмы, которые постоянно посещают, они озаботились пандусами, а где-нибудь какой-нибудь маленький деревенский магазинчик, там уже, скорее всего, условия будут совсем другие. Мой совет большой, очень важный, это лучше останавливаться в крупных отелях, в которых и условия будут созданы, и, соответственно, может быть, став вам может как-то помочь, рассказать, как вам передвигаться по городу. Кстати, в автобусах проблем особых нет, там обычно и созданы условия, и водитель помогает, так что с передвижением вопросов, я думаю, не возникнет. Но всё равно лучше иметь кого-то в советчиках. Опять же, если речь идёт про Токио, Киото, то есть веб-сайты на английском, туристические, на которых в том числе такие вопросы тоже освещены. Я думаю, что найти информацию будет не проблема. Если будете точно знать, куда собираетесь, когда, то, пожалуйста, обращайтесь, я помогу с информацией, найду какие-нибудь сайты и так далее. Вот. И, наконец, остался Facebook. Вопросы, пришедшие через Facebook. Первый вопрос. От Олега Пищикова. Будет ли ответ на извечное доколе? Будет, Олег? Будет. Мне кажется, что ответ вполне себе на поверхность. До Коли? Да то ли, Олег? Да то ли. Так, следующий вопрос у нас от Амиры Бернат. Может быть, вы можете рассказать о играх, в которые дети играют? Было бы здорово. Можем, но это будет очень-очень пространная тема, потому что игр-то огромное количество. Играют и в те игры, в которые мы играли, и в какие-то свои игры. Очень много всего. То есть, ни одним Nintendo Switch живут японские дети. Я могу рассказать про игры, которые у нас Евка притащила из садика. Упомяну две игры. Первая игра – это карточная игра. Называется она «Щичиго-сан» или «Круг», как у нас её называет Евка. «Щичиго-сан» значит «753». Вы, может быть, слышали про такой праздник в Японии, когда дети, которым исполнилось 7, 5 и 3 года, красиво одеваются, идут в храм. Так вот, она, понятное дело, основывается именно на этом. В чём тут смысл? Карты, все карты раскладываются кругом, и участники по очереди берут одну карту и кладут её в центр круга. И когда кто-нибудь вытаскивает 7, 5 или 3, все должны положить руки на карту. И кто последний положил руку, тот забирает все карты себе. И если выпадает Джокер, то можно выложить все свои карты. Кто первый, опять же, выкинет свои карты, которые набрал, ну, вот тому повезло, остальные уже не могут. Вот такая интересная игра. Евка её очень любит, в садике они её очень увлекались. Дома мы тоже иногда в неё играем. Ещё одна игра, которую у нас Евка где-то на улице подцепила, называется Иру Они. У Они это демон, но он же и вода. Соответственно, Иру Они, Иру это цвет, то есть это цветной вода, цветной демон. Ну, в общем, смысл игры заключается в том, что у воды спрашивают Иру, Иру Они, Нан, Но, Иру, типа цветной Они, какой цвет. Он говорит какой-нибудь цвет, например, там, жёлтый. И все должны дотронуться до жёлтого цвета. То есть искать жёлтый цвет в том месте, где они играют, и до него дотрагиваться. Соответственно, тех, кто дотронулся, Они не может засалить. Вот. Тимур говорит, что они в такое играли. По-моему, мы в такое во дворе не играли. Я не помню такой игры. Но я вполне предполагаю, что эта игра может быть тоже интернациональной. Это только две игры. На самом деле, понятное дело, игр очень много. Во что только не играют. Ладно. Следующий вопрос задан на английском. Задового у Скотт Watson. Why are there no English captions? That's my question. Or Japanese captions, for that matter. Скотт, I know you would like to see our new videos, but unfortunately, we just don't have time for everything. So, we would really, really like to provide English captions for all our videos. and maybe Japanese captions as well. We just need more time for that. I promise you that we will provide them someday. Just wait. Следующий вопрос от Оксаны Мыльниковой. Какие книги любит смотреть, читать Ева? Какие у неё любимые герои? Мы вот как раз подготовили три любимые Евкины книги на данный момент. Так, первая книжка. На самом деле, это целый... Ну, нам нравится не только эта книжка. Наша семья любит этого автора. Это Йошитаки Щински. Книжка называется Цуманнай Цуманнай. Типа, скучно-скучно. Вообще, Йошитаки Щински – это потрясающий автор. Он пишет философские книжки для маленьких детей, которые интересно почитать взрослому, но их интересно читать с ребёнком, потому что ребёнок абсолютно понимает те философские вопросы, которые ему задают, и с ним можно это обсудить, потом рассказать. Так, вот я сейчас пытаюсь показать мою любимую момент из этой книжки. Во! Мой любимый момент. Самый скучный парк развлечений в мире. Ну, опять же, в этой книжке рассматривается вопрос скуки, то есть почему мы скучаем, такое всё. И это очень интересно. Мы с Евкой её обсуждали очень так серьёзно. Другие его книжки тоже просто потрясающие. Я на самом деле очень надеюсь, что когда-нибудь его переведут на русский. Потрясающий автор. Второе. Евка у нас очень любит франшизу Сумику Гуращи. Я не знаю, слышали, может быть, это про таких вот забавных зверушек, которые живут в углах. И недавно она купила вот такой вот Химитсу Читен, то есть энциклопедию тайн этих самых зверушек. Очень интересная тоже книжка, мы с удовольствием её почитали. Ну, это такой, вот я даже не знаю, такое японское хьюгги. Очень-очень уютно, очень мило, приятно почитать. И ещё один любимый Евкин герой и любимая серия Ощири Тантей. Детектив задница. Да. Почему он задница? Потому что Ощири – это игра слов. Ощири Тантей – это… Ощири – это одновременно и задница, и кто-то, кто много знает, потому что Ощири, то есть Ширу знать, то есть он одновременно и знаток, детектив-знаток, и детектив-задница. Книжки, на самом деле, очень весёлые, очень интересные. Они представляют собой такой, детективы для самых маленьких, развивают внимание, потому что в них нужно что-нибудь искать, думать. Вот. Например, нужно кого-нибудь здесь найти, преступника там или что. Ну, такая интересная серия с юмором, опять же, написанная. Да, и японцы очень тему задниц, тему какашек и так далее не обходят стороной. У нас, например, в садике, где Явка раньше ходила, там была целая подборка книжек про какашки. Так что этой темы мы не стесняемся. Ну, вот так. Это была первая часть «Ответы на вопросы». Вторая, я думаю, будет длиннее, потому что вопросы будут про религию. Ну, а сейчас, пока, мы заканчиваем. Спасибо всем за вопросы. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова